Было вселенское переселение, Марина Африкантова. Переселилась Татьяна Владимировна на женскую спальню. Туда заехала Кристина и Федя. Я тоже переехала, потому что мы, к сожалению, отдали свою комнату Жене и Перец. А, вот там, где мы жили с Альфредом, эта комната... О, Миша. Да, тебе кофе с сахаром, со сливками? Мне без всего, просто черный. А вам кофе с сахаром, со сливками? Вот-вот, видите, спрашиваю, кофе вам с сахаром или со сливками? Я просто засыпаю, потому что легла вчера поздно. Яша Лава, привет тебе, good morning, sunshine, привет-привет. Всем здравствуйте, боже мой, опять волочки, поцелуйчики, очень приятно. Видите, цветочки. Рапунцель убрать нельзя, потому что Рапунцель – это наше все, она самая классная девчонка. Я ее очень люблю, если честно. Так, перестаньте ругаться, я вас очень прошу, не надо. Лучше отписывайтесь от меня, чтобы вам самому и нервы не тратить. Так, не начинай, пожалуйста, прям сразу трансляцию. Хорошо, не буду, буду задержкой, поняла, потому что не сразу идут сообщения. Хорошо, буду рассказывать постепенно, поэтапно. Так вот, я хочу рассказать, что вчера было вселенское переселение, вип-дома. Марина Африкантова, Татьяна Владимировна переселились в женскую спальню, я переселила в женскую спальню, а в вип-дом заехала Женя Перец с Лешей и Кристина Рисковец с Федей, они там уже жили. Мы опять ведем с Мишей, собственно, эфир, у нас сегодня очень много интересных тем, и одна из которых мы сейчас будем обсуждать, это автомобильная тема, о том, что правительство хочет издать указ о злостных неплательщиков алиментов. Именно те мужчины, которые не платят алименты, теперь они хотят, чтобы на машины клеили наклейки, как если помните, стоп-хам на дорогу, но это будет все узаконено. Спасибо. Вот она, вот она, Валентина, вот она, самая лучшая женщина на свете, которая помогает вообще не заснуть здесь. Привет-привет, красотка, привет вам всем, всем вам привет, я выпью кофе уже. Что делаете вы? Куда едете вы? Или вы в машине, или вы еще дома? Ой, спасибо большое, спасибо огромное за комплименты. Крым наш, однозначно. Так, 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 привет из Омска, Омск огромный привет. Когда мужской приход, мужской приход будет через неделю, потому что на этой неделе приходят девочки. Кстати, подожди, да, у нас приходят девочки, у нас было то мужское голосование вместо женского, это голосование будет женское, девочки придут. Привет из Сибири, привет Сибирь. Да, я проснулась, ну как недавно, в 5 утра я проснулась. Так, мы начинаем? Нет. Я умрала. Еще полминутки у нас есть. Привет, так, ну да, у нас много проблем в взаимоотношениях, очень сложно, есть какие-то сложные моменты. Все, давайте я буду выходить, теперь я поняла, буду с задержкой начинать эфир, чтобы вы успели подключиться. Давайте, все, до встречи. До следующего периода. Делка на воздушном шаре, я танцую. Почему на поле не выходишь? Объясню почему, потому что нас можно выходить только после 12 ночи. После 12 ночи я ложусь спать из-за очень раннего подъема, у меня вставать в 5 утра. И я каждые часы считаю, например, вчера из-за переселения легла спать в час полвторого, я поспала сегодня, получается, ну, считайте, совсем 3,5 часа, для меня это очень мало, и я каждую минутку трачу на то, чтобы поспать. Привет, привет, мои хорошие, привет. Так, море сердечек, тебе спасибо, я вижу эти сердечки, мне бы только научиться, как вам их рисовать, не понимаю, почему я не могу. Может, как тут где-то эта функция есть? Так, непонятно, ну, ладно. В общем, надеюсь, что у меня получится, спрошу Татьяну Владимировну, которая уже ас в этом деле, она мне научится, как рисовать вам сердца. Бешу? Тогда не смотрите, отписывайтесь, чтобы не беситься. Сегодня хорошая погода, кстати, плюс 30, я сижу просто в теплой одежде, у меня холодно, вам беситься не надо. Так, зажми на экран, так, сейчас. Так, а, все, спасибо. Ой, это вам от меня, ой, какой некрасивый. Подождите. Ой, нет, это не так. Раз, два. Ну, у меня некрасивые сердца получаются, но все равно я вас очень люблю. Так, а еще вот такие вот губки я могу вам нарисовать. Не знаю, что это такое получилось. Ну, в общем, солнце, позитивы вам и много-много поцелуйчиков. У меня сердечки, а я вам поцелуйчики буду отправлять. Так, что-то я очень себя приблизила. Вы, наверное, там уже испугались, у меня такого близкого лица. Так, привет, привет, всем здравствуйте. Сижу на Комсомольской правде. Ввиду, у меня осталось сейчас эфира, и поеду я на поляну. Кстати, вы видели наш обновленный суд, насколько он приближен к действительности. И сидишь, и, конечно, даже вчера я помала себя на мысли, страшно, не дай бог, оказаться в настоящем суде. Потому что прям даже как-то непонятно, что у Вани с Мариной. Они дружат, вы можете наблюдать по социальным сетям за этой парой. Каждая Марина и Ваня выкладывают, в принципе, новости. Как попасть на Дом-2, я уже говорила, приходите на кастинг. Так, Игорька, придаем привет Игорьку Буталку-2. Передала, вы диджей. Ну, можно и такой, извините, чтобы нарисовал. Я, ну, можно сказать, что я ведущая на радио, политических новостей радио. А что еще, ему он скоро вернется со своего законного отдыха. Давай увидимся в Москве, ну, как-нибудь увидимся обязательно. Собственно, улицы Москвы, они большие, можно встретиться где угодно. Как спело. Я же снялась в конкурсе «Человек-год» из-за того, что у меня проблемы со связками. У меня узлы, мне нужно делать операцию. И петь мне категорически нельзя. У меня голос немного скрипотцой, но поэтому, а не потому, что я курю. Все говорят, ты куришь, ты куришь. Нет, я не курю. Ты очень красивый, Оина. Спасибо вам огромное. И добра тебе, и вам добра. Что у Сэллы, у Эллы с Игорем? Все замечательно, живут, счастливы. Молодожены в браке. Прекрасно себя чувствуют иногда. Вот они ругались тут, но все уже нормально. Так, у меня что, эфиры пошли, где они ругались, помирились. Можно мой номер? Мой номер 245. Та-та-ра-та-ра-та. Опять. Поэтому звоните, пишите. Я именно там под номер 245. Так, приветики. Приветики всем. Пора отрегубинка детей. Заводите, кстати, мы тоже об этом вчера разговаривали. Думаю, что самое время. Тем более уже состоявшаяся ячейка общества. Нужно размножаться, не стоять на месте. Зачем подстриглась? Да я потому что сняла наручные волосы. Половина отвалилась. Половина испортилась. И, в общем-то, я отстригла волосы. И не жалею. Зато хожу со своими и кайфую. Радио Москва. Нет. Радио Комсомольская правда. Вы можете нас смотреть. Вернее, вы можете нас слушать на частоте 97 и 2. Устроить встречу. Перерыв на радио. Да, у меня сейчас 8 минут перерыв. По поводу устроить встречу. Не думала об этом. Может быть, как-нибудь соберемся. Кстати, я улетаю в Минск. Понедельник. Это, получается, у нас 18 число. Я там буду неделю. Буду обязательно включать видеотрансляции. Показывать вам прямо с места событий. Рассказывать, как у меня. И что складывается на съемочной площадке. И какие сюрпризы будут вас ждать там. И у меня могут произойти кардинальные изменения с внешностью. Буду все вам рассказывать. Показывать. В общем, много загадок и тайн. Обязательно меня смотрите. Привет из Гомеля, Беларусь. Привет вместе с Ваней и Мариной. Уже отвечала на этот вопрос. Венца закроется. Слушайте, ну что его закрывать? Неинтересно. Он будет спать, он будет сидеть, молчать. Ему только это за счастье. Ни с кем не общаться и лежать на диване. Это не тот человек, кого нужно закрывать. Может, встретимся. Ну, может, встретимся. Может, встретимся. Ну, давай, может быть, и встретимся. Посмотрим. Так. Как Марина Африкантова. Я уже отвечала на этот вопрос. Помимо Марина, вас никому никто не интересует. А как там Черкасов, например, со Стеллой. Они тоже встречаются. У них все хорошо. Как у меня с парнем. У нас маленькие разногласия. Ну, даже не то, что маленькие. Большие разногласия. Много подводных камней. Много чего мне не устраивает. Вчера мы ругались целый день. Потом мы выехали из комнаты по его вине. Я не знаю, что будет дальше. Не хочу загадывать. Не хочу отвечать. Вот все по наитию сердца. Пока мне неприятно. Что там Костя? Так. Привет из Одессы. Красотка. Спасибо большое вам. Привет из Москвы. Из горячей, раскаленной, жаркой Москвы. У меня сегодня гриво. Хорошее настроение. Даже если я не выспалась, чувствую себя все равно бодрой. Я понимаю, что нужно самой себе все поднимать. Наушники для того, чтобы выходить в эфир. Я же сижу сейчас на работе на разе. Вон Михаил уже к нам вернулся, присоединился. Я так скажу, скромно, скромно мимо перископа. Мимо перископа Михаил Антонов. Он опять с нами. Вот он опять с кофе. Какая уже чашка кофе у тебя? Четвертая. Четвертая. Смотрите, сколько он пьет кофе, потому что спать хочется неимоверно. Кокаин закончился просто. О май гад. Боже мой. Миша рассказал наши все секреты. Вы только никому не говорите. Это шутка. Так. Мне не нравится Стелла. Ну, она, да. Она своеобразная девочка. Тоже не могу сказать, что она хорошая или плохая. Мы мало с ней общаемся. Ты откуда, я откуда. Ты от верблюда из Москвы. Собственно, московская простая девчонка здесь. Как бортина с мужем. Ничего не знаю. Вот была последняя новость. То, что их запечатлели фотографы. Они сидят в ресторане. И там кто-то что-то подслушал. Говорили о ребенке. Больше не знаю ничего. Но кольца она не носит. Какие новости в политике? Ну, какие? Петр... Ой, Павел Астахов. Он поддает в отставку. Из-за корейских детей, которые утонули. И затем у нас... Что еще там у нас интересного? Сегодня мы даже политику так особенно не обсуждали. Мы обсуждали сегодня путешествие Конюхова. 504 рубля на один поход в магазин. Много это или мало? Потом, как выпускников заставить работать по специальности. Потому что большинство выпускников не хотят этого делать. Им хочется зарабатывать больше денег. Они заканчивают вузы и идут на другую профессию. Кстати, со мной случилось то же самое. А вы чай пьете. Приятного чаепития вам. Кстати, у меня уже на САС. Сейчас скоро эфир. Если хотите, я могу остаться в перископе и немного вам продемонстрировать, что мы сейчас будем делать. А сейчас мы с тобой будем обсуждать... Нет, мы будем обсуждать... Сейчас сделаю. Потише. Власти вернулись к идее за контролем крупных расходов населения. То есть, если вы накопили где-то 5 миллиончиков на машину, то у вас могут спросить, откуда они взялись. По-моему, хорошая идея. Ну, я не могу сказать, что это хорошая идея, потому что все, мы уже стали полностью под контролем. И это не всегда хорошо. И за все нужно платить. А везде дорожает. Мы ущемляем себя уже в правах. Мы ущемляем себя в деньгах. И постоянно уже в каких-то рамках и границах. Мне это не нравится. Так, ты как думаешь, Турцию не опасно лететь? Кстати, у нас есть такая рубрика замечательная. Можете включить совсем скоро радио «Комсомольская правда» 97.2. И мы там общаемся на прямой линии с человеком, который сейчас там отдыхает и поехал на разведку. Не опасно. Правда, пляжи пустые. Дороже все стало в связи с тем, что доллары и евро поднялись и растут. Ну, вот как будто на руинах. Очень тяжело. Все пусто. Заведения все пустые. И денег нужно привозить с собой в два раза больше. Люди летят сейчас со своими продуктами. Там много иностранцев. Русских практически нет. Скоро в Советский Союз вернемся. Да, можно и так сказать. Скоро вернемся в Советский Союз. Железный занавес. Секса нет. Денег нет. Все ходим одинаково. Все под одну гребенку. И каждый друг на друга доносит. Секса нет, да? Нет. Что-то я пропустил, видимо. Да, мы стали говорить о том, что если Советский Союз, то это у меня ассоциация именно такая. Все, мы в эфире. Я сейчас вам покажу маленьких кусочек. Подожди. А, нет. Подождите, пока не начинаем. У меня еще есть полминутки. Привет, привет, ты красивая. Спасибо. Спасибо большое. Так, ты красивая. Вован, Москва. У вас холодно. У нас жара. Это я сижу в куртке, поскольку здесь шараш кондиционера с такой силой, что мне холодно. Смотрите, я укутанная в плед. У меня кофта и куртка. А на улице уже Сахара, наверное. Выйду и умру. Ну, мне быстро, в общем-то, доехать до поляны, поэтому можно. Кузин вернуться ведущим. Неизвестная эта информация еще не точная. Она проверяется. Саня, привет. Привет, мои милые. Привет. А сердца-то идут, идут. Спасибо вам большое. Так, ну и лето в этом году нормально. Марина, это красотка. Я думаю, спасибо. Мы начинаем. Сейчас начинает Антонов Михаил. Начинаем. Друзья, программа «Главное вовремя. Начало нового часа. 10.05» в российской столице. Александр Харитонова. И Михаил Антонов. И вот она тема, которая появилась только что. Но чиновники в очередной раз задумались о контроле над крупными расходами населения. Механизм пока не проработан. Но, действительно, когда мы с Сашей, например, обсуждаем, что у очередного безработного украли за 7 миллионов машину, когда вы проезжаете мимо огромных особняков в 3-4 этажа с колоннами, фонтанами и дрессированными тиграми внутри, конечно, возникает вопрос, а откуда люди взяли эти деньги? Хорошо бы, дайте им ведомость, отчитайтесь, пожалуйста. Мы не будем спрашивать, откуда у Александра, например, сегодня прекрасный маникюр. Зарабатывает – хорошо, но о крупных расходах, мне все-таки кажется, нужно давать какие-то отсчеты. Здесь, опять же, вопрос, что называть крупным. Для кого-то мобильный телефон. Сколько сейчас айфон новый? Вот это вот, то, что ты перескопил. В районе, наверное, 50-60 тысяч, вот так я думаю. Саша, откуда? Мне папа купил. Он просто упал, да? Ну, это правда. И перескоп-трансляция фактически завершилась. Нет, она еще работает. Друзья, нужно ли следить за расходами, за крупными расходами, и от какой суммы это должно быть? Крупный расход. Кухонька, сколько сейчас кухонька там? Это полумиллиона хорошая такая? Хорошая, да, да, безусловно. Ну, ты понимаешь, вот я против полного тотального контроля. Мы и так все как на ладони. Все наши соцсети проверяются. За нами следят службы безопасности, прослушиваются наши телефоны. Мы должны платить налоги, и теперь мы еще должны отчитываться, где мы взяли деньги. Да, может, не подарили эти деньги. У меня нет таких денег, ну, не взяли и подарили. За красивую улыбку, например.